Очень часто бывает, что инженер, который работает по своему разделу, будь то архитектура, конструкция или инженерные сети, перерастает планку проектирования отдельного раздела и чувствует, что хочет большего масштаба деятельности. Хочет видеть проект в комплексе, управлять процессом рождения этого проекта. И тут у него всего два пути. Уходить в управляющее звено, в частности главным инженером проекта, или прыгнуть сразу на верхнюю планку, открыть свою собственную проектную компанию. Именно о последнем варианте мы сегодня поговорим. Что такое открытие своей проектной компании? Это несколько параметров деятельности, которые кардинально отличаются от работы в рамках обычного инженера. Главное – это ответственность, которая будет на 100% лежать на вас. И речь не только о юридической ответственности, а и финансовой, и организационной. И это самое главное отличие от работы инженером. Вы, открывая свой проектный бизнес, моментально оказываетесь на другой стороне относительно своей бывшей специализации. Когда вы сидели инженером, то вам давали задачи, теперь же задачи должны генерировать вы сами. Когда вы были инженером, то зарплату вам давали. У вас не болела голова, где взять деньги на зарплату ежемесячно. Теперь же вы будете сами отвечать за то, откуда брать ежемесячно зарплатный фонд. И инженеров у вас будет не один. Сотрудников будет много. А вам лично зарплату дядя сверху не переведет, как по часам. Как-то печально все, да, с виду. Вопрос, зачем все это тогда? Фирмы это, бизнес, проблемы все эти. Тут два простых фактора. Вы рулите сами собой и сам себе начальник. Это производное слово «свобода». А также вы сами можете регулировать свои доходы, в отличие от инженера. Нет, инженер, конечно, может, проработав побольше, заработать премию. Но масштаб этой возможности очень невелик. Можно увеличить в два раза зарплату. Ну, в три. Больше уже вряд ли, так как вы работаете один, и ваши скорости разработки проекта конечны. В случае же руководства собственной компании вы вольны делать что угодно и как угодно. Применять любые разработки, рычаги, коллаборации, сотрудничество, развитие в любом направлении. В отличие от работы инженером, когда вы зажаты в тиски своей должности и своих должностных обязанностей. Теперь о главном триггере открытия своей компании проектной. Тут тоже все очень просто. Начну со своей истории. Я все время что-то нового хотел. Искал интересные задачи в инженерной сфере, программки делал. Хотел оптимизировать процесс проектирования. Все это многие годы пытался делать в рамках своей должности в институте, где работал по найму. И что это давало? Ну, только мое развитие и все. Да, это, конечно, супер. Но по факту я разрабатывал программку, например. Ее пользовали другие люди в рамках института. Я за это бонусов никаких не получал. Развития этой темы от руководства также не было. Да, откровенно говоря, пофигу всем было. И так со всем, что я хотел начать сделать. Оптимизировать. Улучшить. То есть, по факту, в большинстве компаний вы будете идти по узкому коридору своих должностных задач. Никому ваши изыски и инновации особо не нужны. Нет, конечно, бывают исключения, но они очень редки. Так вот, если вы не можете что-то новое генерировать в голове, если вы антипод того человека, которого я описал выше, вас устраивает ваша работа, вам нравится, чтобы вам дали задачу, вы ее сделали и готовы к следующей, и для вас это удобно и комфортно, то открытие компании своей вам вообще не нужно. Вы просто не сможете ее управлять и генерировать что-то новое. У вас другая стезя, и это нормально. Все люди предназначены для своих задач. Но если вы, как я в свое время, постоянно что-то пытаетесь сделать лучше, у вас бродят в голове идеи оптимизации, создания новых проектов, продуктов, программ и так далее, то вы просто как минимум обязаны попробовать свой бизнес, потому что только в рамках своего бизнеса вы будете вольны делать абсолютно все. То есть пробовать любые форматы, любые проекты, любые задачи. Потому что сверху не будет бенефициара, у которого есть свои задачи, для решения которых он вас нанял. Вы сами бенефициар. Ну и вы же за свои действия отвечаете, помните об этом. Как правильно сказал мудрец, если вы не ставите сами себе задачи, то задачи вам будет ставить кто-то другой. Мир так устроен. Определитесь, кто вы. А мы вам можем предложить помочь решить многие вопросы открытия своей компании для минимизации ваших неудач, финансовых потерь и оптимизации развития проектного бизнеса сразу после открытия. У нас скоро, 1 августа, стартует второй поток курса «Как открыть свою проектную компанию». Он стал еще более наполненным по программе и отвечает на очень многие вопросы людей, которые решили попробовать открыть проектный бизнес. Вплоть до 10 июля вы можете перейти по ссылке в описании и пройти предрегистрацию на курс, чтобы получить минимальную цену курса уже сейчас. После 10 июля цена входа в курс вырастет. После предрегистрации вам станет доступна предварительно программа курса, сможете с ней ознакомиться. Экономьте свое время, деньги и нервы, друзья. В курсе мы рассказываем о многих подводных камнях, которые лучше обойти и использовать чужой опыт, чем врезаться в них и набивать свои шишки. Переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на курс. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok